Газпром нам поможет. Стало известно, что газовый гигант согласился помочь Мордовии самым крупным спортивным долгостроем, легкоатлетическим манежем. На завершение сооружения потребуется полмиллиарда рублей. И это не все хорошие новости, утверждает наш обозреватель Юлия Порунова. Она внимательно разбиралась во взаимосвязи спорта и финансов и готова сообщить всю самую последнюю информацию. Это сооружение еще не открылось, но уже стало для спортивных функционеров настоящим чемоданом без ручки. В республиканском бюджете на завершение суперпроекта просто нет денег. Цена вопроса 500 миллионов рублей. Искать инвестора, готового бескорыстно потратить внушительную сумму на саранский манеж, было, мягко говоря, трудно. После долгих переговоров и обсуждений навстречу спортивному будущему региона пошел лишь Газпром России. Компания согласилась поддержать республику и выделить деньги на завершение строительства манежа. Об этом депутатам регионального парламента на очередной сессии сообщает замминистра финансов Любовь Романенкова. Акционерным обществом «Газпром» в развитии многолетнего конструктивного сотрудничества с республикой Мордовия принято решение о перечислении в республиканский бюджет 500 миллионов рублей. Эти средства направляются на завершение строительства крытого футбольного манежа в городе Саранске. Череда хороших спортивных новостей продолжилась с заявлениями Стана Минфина. Федеральный бюджет готов перечислить Мордовии средства на завершение тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу. На подготовку дорог к Чемпионату Мордовия в 2017-м потратит миллиард рублей. Кроме того, депутаты поддержали предложение Минфина потратить на поддержку аграриев около миллиарда. Эти деньги пойдут на компенсацию процентов по кредитам, на миллиарацию, а также на строительство школы в Рузаевке и на реконструкцию Дома культуры в Качкурове. Здесь же представитель Министерства финансов осторожно намекает депутатам. Расходную часть бюджета можно немного расширить за счет дополнительных доходов. Фактические темпы роста поступлений налога на доходы физических лиц существенно превышают учтенные в действующей редакции закона о бюджете. В связи с этим имеются основания для увеличения прогноза поступлений по данному доходному источнику на 1 миллиард 85 миллионов рублей. Кроме того, депутаты согласились с предложениями правительства снизить налог на имущество для организаций, которые имеют на балансе футбольное поле с трибунами. Во многом это поможет спортивным управленцам сократить убытки. В финале сессии народные избранники решились на стратегическое решение, касающееся процедуры выборов главы республики. В частности, из закона предлагается исключить обязанность составления и представления в избирательную комиссию списка лиц, осуществлявших сбор подписей депутатов в поддержку кандидата на должность главы республики Бордовия, обязанность кандидата о личном заверении листов списка лиц, осуществлявших сбор подписей депутатов, обязанность кандидата и уполномоченных представителей избирательного объединения о составлении протокола об итогах сбора подписей по форме установленной Центральной избирательной комиссии. В поддержку законопроекта депутаты выступили единогласно. В кулуарах говорили о торжестве демократических принципов и политической многополярности. Юлия Пурнова, Александр Дюзяев. Наши новости.